Очередное совещание руководителей, которое было начато с вручения почётной грамоты за активное участие в развитии и пропаганде физической культуры начальнику отдела по физической культуре и спорту Магомед Олега Зимагомедова. Затем первым словом доложить о деятельности за 2016 год было предоставлено директору ОАО «Горводоканал» Мураду Дибирову, который рассказал, что в течение прошлого года организации проделана работа на общую сумму более 10 миллионов рублей. Далее Дибиров обозначил ряд проблем, которым необходимо уделить особое внимание в 2017 году. Проделанный объём работы, и учитывая, что основным источником водоснабжения города является водозавор «Октаж», необходимо в 2017 году продолжить работу и восстановление подводящего канала. В 2017 году предусмотрена очистка водозаворных копителей, которые заполнены илом, так что чистая зеркальная воды в них составляет не более одного метра. По итогам отчёта, проделанная работа за 2016 год у ОАО «Горводоканала» присутствующими была оценена удовлетворительно. При этом было дано поручение усилить работу по сборам налогов. Далее информацию о своей деятельности предоставил директор комплексного центра социального обслуживания населения Ахмед Гаджиев. Подчеркнув, что в осуществлении адресной поддержки нуждающимся подопечным центра огромную помощь оказывают различные службы и ведомства муниципалитета, а также руководство города. «Кроме этого, у нас в центре функционирует отделение срочного социального обслуживания. Это отделение наиболее востребованное, поскольку очень много людей требует, кому нужна бесплатная юридическая помощь, психологическая помощь, там социально-педагогическая помощь и так далее. Мы стараемся вот эту работу проводить. Значит, за прошлый год около 4 тысяч человек обслуживания в этом отделении. Оценивать это не нам, в принципе, оценивать могут все, которые здесь сидят тоже, у кого и близкие родственники, может быть, есть на обслуживании у нас. Если какие-то эти вопросы будут и замечания будут, я с радостью их приму и постараюсь вот все те замечания, которые адрес нас будут, скажем, сказаны в выходе». Ахмед Гаджиев также выразил благодарность спонсорам и меценатам за внимание и поддержку во всех проводимых центрам мероприятиях. Комплексные центры социального обслуживания населения – это центры, где работают более 200 человек в 8 направлениях с различными категориями населения. По завершению доклада Гаджиева, присутствующими была отмечена важность и ответственность проводимой работы сотрудниками центра, будь это с пожилыми, многодетными или малоимущими семьями. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа Пульс.